Эта игра стала своеобразным интернет-мемом, навязчивая реклама, рейд, шадов, легендс была везде, даже в местах, которые не связаны с игровой индустрией, ее даже рекламируя, наверное, все блогеры мира. И как же они ее расхваливали, нахваливая, прям ух, какая игра. Надеюсь, вы заварили ароматного чайка, подготовили вкусняшки и готовы внемлить моим словам. Пришла пора взглянуть на эту игру трезвым взглядом и понять, стоит ли она внимания или нет. Погнали! Raid Shadow Legends – это бесплатный мобильный проект студии Plarium, который вышел в релизе на Android, iOS и ПК. Рейдовые легенды теней представляют собой пошаговую коллекционную ролевую игру с более чем 400 героями и 16 фракциями, а также 15 различными классами героев, вроде эльфов, людоящеров, орков и нежити. Вся суть сводится к убийству боссов, улучшению добавления новых героев и, конечно же, общению в гильдиях, а также к сборке армии персонажей и зачистке локаций, замков, подземелий, пустынь и храмов от войска злого правителя Сайрота, который захватил вайс Королевстве Тиллерия. Всего игрокам предстоит пройти через 12 глав по 7 уровней в каждой с разной сложностью, причем им в пути будут мозолить глаза другие игроки, которые отображаются в таблице рейтинга. Игра определенно имеет факторы, которые привлекают потенциальных пользователей, а именно, красивая графика, ПВЕ и ПВП битвы, клановые бои, ивенты, реферальная программа, большое разнообразие героев. Однако, несмотря на указанные выше плюсы и систему поощрений, прокачка без доната затруднена. К примеру, для покупки одной лишь книги и улучшений стоит выложить немалые деньги, что для кого-то практически подходит к двухдневной оплате труда, а пользу от этой книги вы практически даже и не ощутите. Еще немаловажный нюанс, заходя в игру, на тебя вываливается тонна рекламы от самой студии разработчиков. И скажу я вам, аппетиты у них явно слишком завышенные. Ну не зря же они тратились на рекламу, да? Но стоит отметить, что развитие все же возможно и без доната, но оно будет медленным и раздражающим, так как постоянно будет не хватать ресурсов. Весь геймплей на этом и строится, максимально убить время играющего. Во-первых, это подготовка к бою, выбор героя для команды, прокачка, а также надо каждый раз персонажам увеличивать уровень, прокачивать навыки с помощью книг, увеличивать ран, открывать особенности и собирать экипировку. В общем, прокачивать придется много всего. Занимает раза в 2-3 больше времени, чем сам бой. С первого, даже со второго раза без 100 грамм не разберетесь. Хотя, глядя на меню, игра казалась простой, но это иллюзия. Меню-то простое, но игра очень сложная в плане прокачки персонажей. Очень много нюансов придется освоить. Каждый день при первом заходе в игру дает несколько игровых плюшек. При этом, со второго дня игра начинает настойчиво предлагать купить за реальные деньги всяческую игровую хрень. Причем за немалые деньги. А во-вторых, это сам бой. В рамках одной миссии он проходит в однотипных локациях. Группа героев, трое-пятеро смелых, встают напротив пятерых врагов и начинают по очереди кидать, пулять стрелами в них или подбегать и мутузить молотами, топорами или мечами. В ответ растерженные враги, выждав свою очередь, отвечает обидчикам всем, что есть в арсенале. Задача игрока лишь выбрать цель для героя своей команды и действия для него, удар или какую-то магию. В каждой битве ругодает куча однообразных бесполезных вещей, которые или продаешь, или улучшаешь до приличного уровня. Но на это тратишь время больше, чем на битвы и это просто рутинно и нудно. Сюда же можно включить и мнимое разнообразие героев. Да, в игре прилично фракций и поначалу кажется, что интересных героев уйма, но на деле многие из них это просто перекрашенные модельки. А выбор персонажей в свою команду в конечном итоге сводится к силе карты, чем выше редкость, тем герой лучше. Как и везде в играх, очень популярны кейсы, открыв которые ты получаешь всякие плюшки в игре. Так вот, этот вариант присутствует и тут. Только здесь это кристаллы, открыв которые ты получаешь героя. И это затягивает и вынуждает заходить в игру каждый день, чтобы посмотреть всплывающую рекламу, которую нельзя отключить. А вот чтоб тебе выпал из осколков легендарный герой лимпический, вероятность очень мала. А если ты захочешь показать свою силу и мощь на арене, то готовься к тому, что твоя команда проиграет врагу с наименьшими показателями, чем у тебя. Только потому, что там герои, которые получить можно только с помощью доната и их способности намного выше твоих. Подводя итог, хочу сказать, что сам процесс игры на любителя, как по мне, так это чистое задротство, при котором проходишь одни и те же локации, где выпадают одни и те же вещи и прокачиваешь одних и тех же героев миллион раз. Любителям поубивать время это то, что нужно. Красивая и красочная графика, большая база моделей героев и шанс испытать свою игровую удачу. Но это не для меня. А вот жадность этой игры меня просто поражает. Да, вроде вполне увлекательная, вроде интересная, но доходя до определенного уровня развития, ты просто не понимаешь, что дальше. А дальше, конечно, донат. И донат неоправданно дорогой. Просто жуть. Своих денег он не стоит. В общем, не рекомендую даже и начинать. Ибо потратите кучу своего времени, а может и денег. Ну, разве что просто заходить получать ежедневные плюшки и коллекционировать героев. Ну, завести себе такое хобби.